Если вы не видели мое прошлое видео о лучшем корабле в No Man's Sky, то советую вам сначала посмотреть его, ссылка есть в описании. В этом видео я не буду распинаться о том, что все мультитулы можно разделить на три разных вида. Мы и так знаем, что его качества определяются только установленными на него технологиями. Но тут стоит заметить, что в корабль с достаточно большим количеством ячеек мы можем запихнуть все технологии, а вот мультитулов с таким большим количеством ячеек нет, поэтому приходится затачивать его под определенные потребности. И самый главный вопрос, какие? Но для начала, где его достать? Рандомно на планетах и космических станциях будут специальные лотки с мультитулом. Обычно новый мультитул имеет аналогичное количество ячеек или чаще даже выше, а также обладает набором технологий. В рамках одной планеты один вид мультитула, то есть если вы достаточно долго путешествуете по планете, то все встречаемые мультитулы будут иметь одинаковую модельку и текстурку. Отличаться будут только количество ячеек и установленные технологии. Также хочу упомянуть о технологиях. Чтобы они имели максимальную силу, необходимо устанавливать улучшение каждого уровня, а не только самое высокое. Тогда вы добьетесь максимальной силы и эффективности их. Условно есть три вида атакующих вариаций мультитула. Первое. Луч собирателя. Как не сложно догадаться, его основная цель это сбор ресурсов, и все технологии так или иначе улучшают или ускоряют этот сбор. Второе. Энергетический маньяк. И если откровенно, то я так и не понял, какой смысл в чисто атакующем мультитуле, который становится по сути пистолетом, автоматом или дробовиком. Стражи не такие уж серьезные противники, а об органических формах жизни я просто промолчу. И наконец третий. Пожиратель планет. Крайне фановая и крутая игрушка с бомбами и возможностью терраформинга. Лично все мои потребности упираются только в сбор ресурсов и редкое убийство стражей со злыми тварями. Делать для этого чисто боевой мультитул смысла я не вижу, а потому мой любимый вариант сборки это максимальная технология на сбор ресурсов с небольшим улучшением на нанесение урона этим же лучом. И конечно же бомбы по возможности. А то иногда забуришься в пещеру, да и стражей веселее убивать именно с бомбами. Возможно когда-нибудь в игру добавят вариант дезматча или битв на фортах на планетах. Или я просто не дошел до сложных противников, но пока в этом просто нет смысла. Кстати, чуть не забыл упомянуть про все видящие око сканера. Это отдельная вкладка в развитии мультитула, которая позволяет устанавливать сканер и улучшение для него. А что касается лучшего мультитула в игре, я бы сказал, что это тот, в котором ячейк хватит на все существующие технологии в игре в принципе, и у вас в частности. А так как на деле это невозможно, учитывая ограничения в 24 ячейке, то советую забить на атакующую эффективность мультитула и установив все элементы сканера, качать максимально собирательный луч на все возможные технологии, дополняя его по необходимости бомбами. А на этом все, ребята, с вами был Ивойс Ребус и просто канал об играх. Надеюсь, эта информация была для вас полезной или как минимум интересной. А мы увидимся в следующем видео и на этом всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok